Всем привет! Вы на канале Есть Вопрос и сегодня у нас для вас новая игра. Сегодня мы приготовили для вас словесные игры, которые не требуют никакого дополнительного оборудования. И поэтому я сейчас буду называть несколько вариантов таких игр, а вы выберите для себя подходящие, которые вам больше понравятся. Первая игра словесная называется «Противоположности». Вы предлагаете ребенку слово, а он должен предложить вам в ответ противоположность этому слову. Например, холодный-теплый, горячий-холодный, либо какой-нибудь кислый-сладкий. Ну, все в таком духе. И эта игра, она наиболее простая из всех этих игр. Можно с нее начать, например, если вы находитесь в дороге, либо по пути в садик или в школу, и вам хочется разнообразить этот путь до школы, вы можете предложить поиграть вот в такую вот быструю, легкую игру. Еще один вариант словесной игры называется «Что бывает?». Это начало фразы, которую вы предлагаете ребенку, а продолжение фразы вы придумываете сами. Вы говорите «Что бывает теплым?», ребенок говорит «Теплым бывает чай». И наступает ваша очередь, да, вы говорите «Теплым бывает молоко». Ребенок говорит, например, «Теплым бывает мамины объятия». И вот в таком контексте. А можете предложить ребенку просто называть свои варианты до того момента, пока он не исчерпает свою фантазию, скажем так, да, и тогда он предлагает вам слово. А потом в итоге посчитаете, у кого получилось больше. Еще один вариант словесной игры, похож с предыдущим, но называется немножко иначе. Называется «Каким бывает?». То есть вы предлагаете ребенку вопрос, начинающийся вот так, но опять же выбираете, что бывает каким, сами. Например, «Какой бывает собака?». Ну, понятно, что «Каким?», «Какой?» в зависимости от пола. Вот, а в нашем случае, «Какой бывает собака?». Тут можно опять же по очереди называть дрессированной, бездомной, доброй, злой, интересной, пушистой, симпатичной. То есть до того момента, пока варианты не исчерпаются. Еще один вариант словесной игры, я помню еще эту игру из детства, вы, наверное, возможно, тоже знаете ее, она называется «Я знаю». И для этой игры в нашем детстве использовался мячик, но можно играть в эту игру и без мяча, особенно если мы уже, как с вами, да, говорили, и хотим использовать эти игры для того, чтобы занять себя и ребенка в дороге, то с мячом это будет сделать проблематично. Продолжается фраза «Я знаю пять чего-либо». Например, «Я знаю пять имен мальчиков». И продолжайте эту фразу «пятью именами мальчиков». То есть там Ваня, Петя, Коля, Вася, Эдуард. Ну и также можно предлагать, например, «Я знаю пять марок машин», «Я знаю и чего-то пять». И каждый называет по пять, пока, допустим, там не закончится время игры, либо пока вам не надоест. Самое основное правило, если вы говорите, что знаете пять, то пять вы должны перечислить. Еще одна игра, которая мне нравится, она отлично развивает фантазию, смекалку, и в нее играть не очень просто. Это мы пробовали, я пробовала со своими детьми, мне она дается не очень легко. Возможно, у вас будет иначе. Эта игра называется «Новые слова». То есть задача ребенка, ну и ваша задача, если вы с ребенком активно участвуете в этой игре, придумать новое слово. Но придумать его, соединив два уже существующих. Например, был такой мультик «Котопес». Вот примерно то же самое. То есть вам надо взять слово «котопес» соединить в одно, и мало того, что соединить, но и объяснить, что же это такое. То есть вы придумываете новое слово и должны объяснить его. Как это выглядит, какие у него свойства. Например, арбудыня, да? Вот мы возьмем слово «арбудыня». Это такая ягода, у которой только идет дыни, и только арбуза. Ну, примерно вот так. То есть попробуйте, возможно, вам это дастся легко. У нас были прям такие... Причем детям это дается легче, потому что у них иначе устроена фантазия. Они прям быстро такие вещи как-то соединяют между собой, несоединяемые. В моем случае что-то мешает мне непросто. Но где непросто, там рост. Поэтому пробуйте и развивайтесь вместе со своими детьми. Ну и да, пожалуй, и на сегодня будет последняя игра. Эта игра называется «Буриме». Вот эта игра моя любимая из словесных игр. Она очень веселая, довольно увлекательная. Особенно смысл этой игры в том, чтобы предлагать ребенку рифмованные слова. Попарно, да? Пара рифмованных слов. Но прежде чем играть в эту игру, ребенку, понятно, нужно объяснить, что такое рифма, откуда она берется, как она вообще звучит. Вот, когда ребенок уже будет знаком с этим понятием, тогда ему будет проще играть в эту игру. Итак, мы даем ребенку пару рифмованных слов, а он с этими словами придумывает пару рифмованных строчек. Например, корона-ворона, да? Птица важная ворона, ей, очень ей нужна корона. Да, вот такую фразу должен придумать ребенок. Ну, что-то в таком контексте. И следующим, допустим, он дает вам пару рифмованных слов. Вот такие игры мы для вас сегодня приготовили. Они отлично развивают детскую фантазию, мышление, логику. При этом вы можете использовать это как вариант проведения досуга с ребенком. Когда вы, допустим, остались в каком-то месте, где вам нужно долгое время находиться, при этом у вас ничего с собой в запасе нет, и просто на ходу можете себя и ребенка занять, интересно провести время, при этом это будет еще и с пользой. На этом у меня сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, заходите на наш телеграм-канал. Пока-пока.